Хвала Господу нашему! Я рад приветствовать всех вас, возлюбленная церковь, друзья, братья и сестры, гости дорогие. Поприветствуйте также друг друга. Не сочтите за лишнее сказать добрые слова приветствия тому, кто рядом с вами сегодня. Тому, кто рядом с вами приносит сегодня эту жертву хвалы, прославляя имя Господне. Благодарение Богу за это доброе время. Хотя у группы еще был один псалом, уже извиняюсь о вас, остановил доброе время, прекрасная возможность, но тем не менее хочу, чтобы было, может быть, чуть-чуть больше времени для рассуждения, для наставления. Часть назидания всегда важна для нас, хотя, в общем-то, и то, что было до этого, хочу сказать, что не меньшее назидание. Но тем не менее Господь имеет в своем желании наставлять нас на всякую истину. Это желание Божьего сердца. Как служители мы разделяем это желание. Апостол Павел, когда-то обращаясь к пасторам, служителям Ефийской церкви, он особо отмечал, что говорит, я не пропустил ничего полезного, о чем бы ни проповедовал или чему бы вас ни учил. Он говорит, я не упускал возвещать вам всю волю Божью. И это не потому, что он был ведом ожиданиями людей. Как правило, люди ожидают что-то свеженькое, новенькое, разнообразное. Я не думаю, что он был движим подобными мотивами. Он понимал для того, чтобы церковь в целом или лично каждый христианин, он был совершенен, приготовлен ко всякому доброму делу. Он должен быть наставлен на всю истину Божью. Я благодарен Господу за множество и множество служений, которые есть в нашей церкви. Они разнообразные, в чем-то видимые. Где-то порой что-то и невидимо для нас, но тем не менее, ничто не сокрыто от лица Божьего. И я благодарю за особое одно служение, о котором я хотел бы сегодня и говорить в том числе. Служение, видимо, его никуда не спрячешь. Служение весьма ценное, я думаю, вы согласитесь, когда я назову это служение. Служение востребованное. Служение, которое достаточно сильно по своему воздействию на нас. Это служение прославления. И поэтому я хотел бы, чтобы сегодня это слово, эта проповедь была полезной, но, впрочем, не только для грубой прославления или для хористов, которые сидят за моей спиной. Почему? Потому что то, что касается прославления, я думаю, вы согласитесь, это касается не только групп музыкантов, по крайней мере, тех людей, у которых их особые к этому способности или таланты. Но это касается всех нас. Давайте мы вместе прочитаем одно местописание. Это Псалом 146, раз уж мы говорим о служении прославления. Конечно же, из книги Псалтирь. Один стих, первый. «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно хвала подобающая». Аминь. Звучит призыв, причем явный, понятный, в принципе, доступный для каждого из нас. Хвалите. Правда, задам вопрос, все-таки, к кому он обращен, этот призыв? В группе прославления. «Адем, уважаемые братья и сестры, хвалите Господа». «Как можете, старайтесь». «Хор» – то же самое. «Не расслабляйтесь, не ленитесь, не будьте небрежны в вашем служении». Ну и, соответственно, то, что там написано «благо», «сладостно», – это тоже ваш удел. И благо, и сладостно, все остальные просто со стороны наблюдают. Я, конечно, немножко утрирую, вы понимаете. «Хвалите Господа», в общем-то, обречено ко всем нам. И получать от этого блага и вкушать эту сладость поклонения Богу, в общем-то, даже не только нам это принадлежит, потому что иногда мы только о себе, опять же, думаем. «Благо мне петь», «благо мне» и «сладостно мне». Я хотел бы, чтобы мы понимали, что благо Господу, Ему приятно, сладостно Ему, хвала подобающая – это значит, хвала соответственная, приличная Господа. И потому вот этот призыв «хвалите Господа», он обращен ко всем, братья и сестры. Мы не цель прославления, мы все церковь, мы не цель прославления. Хвала принадлежит Господу, хвала направлена к Нему. Хвала приносится Ему, славу мы воздаем Ему. Пение выраженное, или словословие выраженное в пении, вернее, так сказать, Ему принадлежит. Мы не цель прославления, и мы не… Знаете, как иногда себя чувствуем такими потребителями прославления, как я назвал, или там экспертами такими, знаете, музыкальными, с изящным, утонченным слухом, вкусом, там, и мы сидим, перебираем, так, подходит, не подходит, правильно спери, неправильно спери, или там завалила группа или хор в сегодняшнем собрании, не завалила группа. И мы как бы оцениваем. Они стараются. Они готовятся. Они приходят на спевки, выходят, поют, славят. Но, тем не менее, иногда посмотришь на церковь, для нас, знаете, мы такие переборчивые, эксперты такие. Нам шесткоедно, что они там стараются петь. Знаете, ну, зацепят иногда, а больше не зацепляют. Но я хочу сказать, братья и сестры, наш Бог – это тот Бог, который достоин хвалы от каждого. Тот Бог, который достоин хвалы от всей церкви. И причем эта хвала не просто так как-нибудь, а хвала подобающая. Та, которая приносит благо и сладость сердцу Божьему. Я хотел бы некоторые вещи сегодня напомнить, чтобы мы не забывали, может быть, знали вообще об этом служении прославления. Еще раз хочу подчеркнуть, я не ставил цель сегодня наставлять группы прославления наших музыкантов, певцов. Есть специальные у нас, порой мы делаем встречи, беседы, даже семинары, конференции раньше были. Я хотел бы, чтобы сегодня вся церковь приняла это слово в себе. И первое, на что хотел обратить внимание, что служение прославления, именно музыкальное, это одна из основных форм поклонения нашему Господу. Она не единственная, хочу подчеркнуть, и нельзя свести нашу жизнь как поклонников Божьих только лишь к музыкальной части прославления, пения и так далее. Вообще-то это вся наша жизнь. Висание говорит о том, что Бог ищет поклонников, которые поклонялись бы Ему в Духе и Истине. Бог желает видеть этим поклонникам каждого из нас на всяком месте. Мы, хочу вам сказать, поклоняемся Богу не только тогда, когда приходим в воскресное собрание, и даже не только среди недели в молитвенных наших собраниях, в служениях. Наш стиль жизни, образ жизни – это образ поклонения Господа. Написано, все, что не делаете, делайте, как для Господа, во славу Божью. В Духе истине стараясь угодить Ему, соединяться с Ним. И вот этот образ желает Господь видеть в нас. Я сегодня не обращаю внимания или не пытаюсь, как иногда, когда затрагиваются подобные темы, определить или дать определение, что же такое прославление, а что такое поклонение. И вот есть там поклонение – это что-то такое спокойное, это такое созерцательное, это мистическое что-то такое спокойное. Прославление – это уже такая движуха, энергетика, что-то громкое, что-то быстрое. Знаете, я вам хочу сказать, в прославлении тоже есть поклонение. Если там нет поклонения, то это и не прославление. Согласитесь с этим? И если мы говорим о прославлении, то там невозможно не быть поклонению. Потому что как ты Бога прославишь, если ты Ему не поклоняешься, смиряя, сокрушая сердце свое? В общем, на Писании нигде такую грань не проводит. Вот это вот поклонение у нас было, а в конце собрания, сейчас как дадим, прославим. Писание не проводит так. И когда я говорю о поклонении, то я имею в виду весь образ жизни нашей. И когда я говорю о прославлении, то я говорю именно о той части, о которой мы говорим сегодня, именно музыкальная часть. Пение, словословие, хвала Господу. Так много Писания об этом говорит и обращает наше внимание. И это то средство или та форма, в которую мы выражаем. Опять же, наш восторг, наше восхищение. Помимо наших молитв, когда мы говорим, Господи, Ты дорог душе моей, мы можем облечь эти слова, и, может быть, положенные на музыку, они усиливают, может быть, даже и наше само восприятие этих слов. Мы говорим, может быть, о наших переживаниях, но мы говорим также о величии славы Божьей. Мы говорим о величии Его дел, мы говорим о совершенстве Его дел. Мы говорим о сути того Бога. Мы начинали с этого и слышали. Того Бога, кому дана вся власть на небе и на земле. Того Бога, который дарует нам будущность и мир. Того Бога, который так близок к нам сегодня. И этот восторг, конечно же, мы облекаем эти слова, слова, словословия, хвалы, благодарности Богу нашему. Он источник нашей хвалы, и Он есть цель этой хвалы. Задам вопрос, от чего люди поют, или, по крайней мере, слушают музыку. Что их побуждает к этому? Понимаю, что много можно причин назвать, но, тем не менее, на некоторые такие моменты хочу обратить внимание. С одной стороны, когда у них весело, когда у них эйфория, когда они приняли, как говорят, увеселительные, ну и душа развернулась, петь хочется. Ну, по крайней мере, раньше так было. Если кто-то идет по улице, поет, значит, уже, ну, если не сто, то 90%, значит, уже от магазина где-то там на троих сообразили. И когда человек уже, как бы, знаете, уже там тормозов нет, уныние ушло, тяготы жизни ушли, уже радостно, хорошо, приятно, поет. Если уж не так, как было, то теперь, если где-то увеселение какое-то, то весь дом, ну, если не весь дом, кто-то уж стояк или подъезд знает, что в той-то квартире у них там гулянка сегодня. Все, там у них праздник, мощность на полную катушку и там чего только не услышишь. Все соседи, вольно-невольно, слушают, как они веселятся. Весело, петь хочется. Вторая причина, причина, может быть, иная, но, тем не менее, она существует. Это причина определенной славы или достижения определенной славы, определенного положения. Сегодня так популярны вот эти всевозможные конкурсы музыкальные, поиск новых талантов, зажги звезду. Там звездой каждый хочет быть, конечно же, потому что звезде открыт путь на эстраду, там известность, ролики в Ютубе, диски, концерты, поездки там всевозможные, ну, и как бы людей влечет это положение или этот вид деятельности своей, ну, и заодно и популярность какая, имя же себе сделает. И людей-то влечет, и даже родители порой толкают своих детей помимо их воли для того, чтобы как-то так выпихнуть на эту эстраду, правда, потом и сами же от этого страдают. Есть третья причина, это когда человек старается самореализоваться. Есть у него способности к этому, умение какое-то, совершенство, достигать максимума для того, для того, чтобы, опять же, самоутвердиться, для того, чтобы создать какое-то свое внутреннее состояние такое самодовольство определенного, удовольствие своей жизни, достижений своих. Ну, и еще одна причина, которую назову тоже, это «в свое удовольствие». Просто нравится человеку петь. Особенно этому поспособствовало какое-то время назад появились вот эти всевозможные музыкальные центры с караоке, да. Клубы караоке, микрофон взял, диск там взял, фонограмму включил, текст выводится, ну и в свое удовольствие пой. Кого хочешь там? Мужчина может там и женщину там, вернее, какую-нибудь там песню петь там, вот, и доволен человек, доволен. Ну, может быть, не совсем там луча на повороте, но на Филиппа потянет, вот, известно у этого. И, ну, то, что он доволен, то это доволен. Кто-то другой доволен еще вопрос, потому что может там и ни слуха, и ни голоса, зато человек там, ну, о себе там. И в свое удовольствие. Вот ему нравится петь, и он поет. С одной стороны, может быть, и неплохая причина, радуется сердце, то пускай поет человек. Но когда мы говорим о нас, братья и сестры, что нас должно мотивировать и побуждать, не просто петь, мы говорим о прославлении. Псалом 112-й, несколько стихов из этого псалма я хотел бы напомнить для нас с вами. И прочитать вместе, потому что это очень важная группа псалмов, которая начинается именно с этого 112-го псалма. Они еще называются, эти псалмы, 112-й, 116-й, египетский халлель. Все эти псалмы начинаются, заканчиваются словом «Аллилуйя». И эти псалмы пелись Израилем именно в преддверии и по окончании Пасхи, которую они совершали в память о том избавлении, исходе из Египта, из рабства. И вот 112-й, это псалом, первый, потом чуть ниже некоторые стихи я хочу прочитать. «Аллилуйя! Хвалите рабы Господни, хвалите имя Господне». И пятый стих. «Кто, как Господь, Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю, из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями, с князьями народа его?» Смотрите, опять же звучит этот призыв «Хвалите». Уже тут конкретно выражено. Кто должен хвалить? Рабы Господни. Не просто у кого способности какие-то особенные, не просто у кого там какой-то утонченный слух или вокальные данные особенные. Рабы Господни. Вы должны хвалить Господа. Почему? А потому что кто подобен Ему? С кем сравните вы Его? Кто подобен Тебе, Господь? Кто тот или таков, как Ты, Бог наш, который написано «обитая на высоте»? Причем это такая заоблачная высота, что даже для того, чтобы на небо посмотреть, Ему нужно преклониться, снизиться. То есть настолько превознесен, настолько велик в этом своем состоянии, что даже небо где-то там внизу далеко, тем более земля. И вот Он преклоняется. А для чего преклоняется? Чтобы посмотреть. На кого посмотреть? Кого ищет Он взором Своим? Кем Он впечатлен, может быть? Кто особенно затронул Его сердце? Может быть, что-то великое, славное, что сотворили люди? Величие достижения, цивилизации всевозможных. Может быть, достижения искусства, культуры, технологии какие-то. Что заставляет Его преклониться и посмотреть? Нищие, бедные и сокрушенные. И а потому здесь в Псалмопеи говорит «рабы, хвалите Господа». Потому что ради вас Бог преклоняется и смотрит на эту землю. Нищих, бедных, сокрушенных. Для чего? Чтобы поднять этого бедного из праха, чтобы возвысить этого нищего из брения, чтобы посадить его с князьями, им слоем возвысить его и дать ему новое какое-то особенное положение. И потому, когда мы понимаем, насколько Бог с одной стороны Свои велики, всемогущ, и насколько Он близок к нам и благ к нам, но просто заставляет нас, помимо нашей воли даже, говорить «Господи, слава Тебе! Аллилуйя!» Брат рассказал в перерыве одну историю. Позволю себе ее рассказать. Я так понимаю, что реальная история. В одной церкви был один брат, который ни с того ни с сего в попад среди собрания. Аллилуйя! Громко там, слава Богу! И все там даже сдрайпали. Вроде и не к месту. Вроде бы там и какой там Аллилуйя. Ну, кричит Аллилуйя. В общем, один, второй, третий раз снаряжает целую комиссию к нему домой. Надо же с братом поговорить как-то так. Ну, что ж ты, брат, нарушаешь там где-то отчасти дисциплину там. Ладно, уже все вместе восклица Аллилуйя. А так все молчат, а ты один там Аллилуйя. Ну, приходит к нему эта комиссия. Братьев снарядили, они уже так осторожно. А он на огороде пашет там, значит, за конем по огороду. Ну, и они уже там, брат, вот пришли к тебе там, знаете, издалека, так, чтобы уже не обидеть, не огорчить человека там. Ну, и начинает им пояснять, что так вот не совсем может быть уже там и правильно, там люди пугаются. Кто-то уснул там, вдруг проснулся там от твоих криков, там еще что-нибудь. Это уже от себя добавляют, творческий мэр. Ну, и вот он слушает. А, братья говорит, все, я понял. Я понял, братья, о чем вы говорите. Ну, знаете, братья, я хочу вам сказать. Как только вспомню, где я был, кем я был, в каком месте я находился, в каком я состоянии был, и как Бог меня... Братья, держите коня, сейчас буду кричать Аллилуйя. Знаете, для того, чтобы прославить Бога, вспомни, на самом деле, можно смеяться, вспомни, откуда Бог поднял тебя, что Бог совершил в твоей жизни. И потому не надо там, как у людей, веселье от какого-то там допинга. Написано, радость в Духе Святом, который Бог поместил в твое сердце. Сей для славы своей. А мы говорим, Господи, не нам, не нам. В тех же халельных псалмах там написано, не нам, Господи, а Тебе это слава. Мы не ищем популярности, мы не ищем какое-то там положение, какого-то славы себе, чтобы о нас говорили, Господи, Тебе вся слава будет. Тем более, когда мы понимаем, что дьявол всегда это было, есть и будет, делает все, чтобы лишить Бога той славы, которой он по праву достоин. Господи, мы говорим, мы не себя реализуем. Мы понимаем, кто наделил нас этими талантами, способностями, от кого это дано. И, конечно же, мы не говорим, Господи, это для меня, чтобы я там обогатился, самоутвердился. Господи, это для Тебя. И я не в свое удовольствие живу. Позволю сказать, братья и сестры, вот эта позиция или идеология, живи для себя или в свое удовольствие, оно абсолютно неприемлемо для Церкви, для людей Божьих. Мы не живем в свое удовольствие, мы живем в удовольствие Божье, или, по крайней мере, должны так жить. И потому, когда люди, являясь экспертом, говорят, мне этот псалом нравится, а вот этот не нравится. Тот, который нравится, поют, который не нравится, стоит жал в зубы. Если нравится, буду петь, я доволен, а если нет, то петь не буду. Знаете, мы поступаем вот по принципу в свое удовольствие. То, что мне нравится, буду, а то, что не нравится, не буду. Есть еще один аспект в свое удовольствие. Я очень осторожно хочу об этом говорить, но, тем не менее, обращаю внимание, когда фокус внимания или сутью наших песен, даже в тексте становится не Господь, а становятся наши какие-то приятные ощущения, чувствования, ожидания наши. И так часто мы поем, я не говорю, что это плохие псалмы, я сам их люблю петь. Обними меня, прикоснись ко мне, согрей меня, и так далее. Я ни на что не намекаю. Один, правда, пастор сказал, это его слова, это не мои. И такое создается впечатление, что тексты этих песен писали сестры с чувством неразделенной любви. Где-то не достает ему там согрей, обними, прикоснись там. Я его слова, я не говорю, что плохие псалмы, я говорю сейчас о другом, что в свое удовольствие, тогда, когда мы подобные песни только их и поем. Мы, конечно, выражаем наши чувствования, безусловно. Это нормально, когда мы хотим, чтобы Бог наполнил нас, прикоснулся к нам и так далее. Это не греховно. Я не говорю, что это неправильные псалмы. Но я хотел бы привести пример, напомнить нам, псалма, который, ну, позволите сказать, ну, особенно как-то выделился, и Бог его выделил, не просто потому, что люди. Вспомните, какую песнь поют небожители на небесах. Помните? Вообще там две песни поют. Песнь Агнца, но слов ее только давно было тем выучить, которые там. И есть песнь Моисея. И вот я задаю вопрос, это же как же надо было составить, спеть, исполнить эту песню Моисею, чтобы тысячи лет прошло, а не только на земле, мы поем сегодня, кстати, тоже этот псалом, но и в небесах поют небожители. Господи, а почему Моисею, собственно говоря? Тоже задаюсь вопросом, ну, а почему не Давид? Ну, он же там сладкоголосый, певец Божий. Большинство псалмов, вот если мы берем псалтир, песенник библейский, то там авторство именно Давиду принадлежит. Он был специалист, условно говоря, и умел играть там, и любил это делать. Ну, причем тут Моисей? Что он там, особенный музыкант был? Я не нахожу, по крайней мере, чтобы где-то писалось, что он такой, знаете, сладкоголосый был. Но почему-то Господь какой-то особый знак поставил на этой песне, и она там звучит, и мы ее будем петь там. Первое, на что хочу обратить внимание, это то, что, по сути дела, это был первый псалом, или хвалебный гибн, который, восторгаясь, люди исполнили, прославляя Бога по мере его избавления, тогда, когда они прошли по этому дну, прошли Черное море, когда фараон, его колесница, его войско было погублено, и они, казалось бы, находясь на грани погибели, оказались избавлены. И знаете, никто там сильно не задумывался, как там рифму составить, никто там не сидел, не чесал затылок, как там ноты составить, потому что это родилось, ну, вот так вот родилось, вот просто, потому что восторг и благодарность Богу и в сердце Моисея, и в сердце Израиля, и в морям потом там еще прославила Бога, воспели победную песню, песню избавления, исполнили. Знаете, это Бога настолько коснулось, что Он как-то по особенному отметил этот псалом, там поет. Но я хотел бы, чтобы мы прочитали этот псалом, Откровение, 15 глава, 34 стихи, и тоже на что-то еще обратили внимание, в том числе, в этом псалме. И поют песни Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря, «Велики и чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведные истины пути Твои, Царь Святых, кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Аллилуйя. Знаете, что свойственно вот этому псалму? От первого до последнего слова. Он коротенький, но здесь все, в каждом слове, говорит о славе и величии Божьем. Там нет ничего человеческого. Мы там сделали, мы там победили, мы там прошли, Господи. Тут все говорится о Боге, о великих и чудных делах Его. Здесь говорится о истинности и праведности путей Его. Здесь говорится о Нем, как о Царе Святых. Здесь говорится о страхе Господне. Им написано, кто не убоится Тебя, Господи Божий сил, и кто не прославит имени Твоего, Ты един свят. Знаете, здесь нет намека на фамильярность, столь свойственного порою некоторым псалмам, которые сегодня поются, там, папочка, там, еще что-нибудь. Знаете, есть понимание благоговения и страха Господня, Божье величие, осознание того, что Он праведен и свят. Знаете, и этот псалм поется, и этот псалм исполняется, и этот псалм звучит, и я верю, что и мы будем исполнять этот псалм. Следующее, то, что касается служения прославления, это то, что оно является одним из важнейших составляющих наших богослужений. Могу сказать, что ни одно собрание богослужений не проходит без прославления. Надеюсь, по крайней мере, выражаю эту надежду. Большое собрание, вместе мы собрались, хор поет, группа поет, где-то в домашней церкви мы собрались, как уже наши там данные вокальные, но тем не менее, мы там собираемся, молимся, также Господа прославляем. Приходя в собрание, мы вместе поем Господу, и пожилые, и молодые, и совсем юные. Мы славим Господа в начале собрания, мы славим Господа в конце собрания. Я хочу обратить внимание, что это не просто час пения, которое там где-то как-то занимает наше время, готовит к проповеди. Да, с одной стороны, она готовит нас к проповеди, но это не просто пение, это не просто соединить две каких-то части, это не просто там начать собрание или закончить, завершить его. Это опять же прославление Господа. Когда мы радуемся, свадьба проходит, что мы делаем радовать? Господу воздаем хлопалу, ему поем, о нем радуемся, когда приходит скорбь утраты, опять же, помимо наших слов утешения, помимо молитв, мы собираемся, и мы Господу воздаем славу, воспевая Ему, и через эти псалмы Бог дает и утешение, и бодрение, и укрепление наших сил, надежду, на будущую встречу. Через что? Через славословие Господу. И поэтому вся наша жизнь, она наполнена, должна быть, опять же, оговаривать, вот этой славой, благодарностью, воспеванием Богу. Псалмопевец говорит, буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есть. Церковь Божья, пой Господу, доколе жив, доколе есть. Всегда и во всем, собраниях и внесобраниях. Я не говорю сейчас, не цепляйтесь буквально, если за мои слова, что мне по улице идти петь, но тем не менее, чтобы вот это состояние прославления Господа, оно было свойственно каждому из нас. Ветхий Завет, мы берем жизнь Израиля, оно неразрывно было связано с их жизнью повседневной. Враг наступает, поют, вышли на битву, победили, поют там, вораг с Деворой, восперепесть. Где-то положили основание храму, книга Ездра описывает эту ситуацию, поставил там певцов, музыкантов, поют, играют, Бога прославляют, кто-то радуется, плачет, но тем не менее, Бога прославляют. Давид возвращает ковчег, Бога славят. Где-то, когда мы говорим о праздниках, которые Бог обязал исполнять, народ израильский, можно только представить себе эту картину, есть псалмы восхождения или песнь восхождения, это опять же особая группа, так называемый Великий Халель, это еще одна группа псалмов. И вот эти псалмы, начиная со 119, по-моему, по 135, народ израильский пел тогда, когда они шли в Иерусалим, когда они шли на поклонение Богу, они шли по этой пустыне там, они шли босиком, может быть, порою, но слышалось это пение, Бог прославлял, вернее, народ прославлял Господа. Я так подумал, Господи, вот когда мы собираемся, в собрание приезжаем, чем наши мысли заняты? Ладно уже там, не будем мы в автобусе там халельные песни петь, но тем не менее, мысли-то хоть наши, чем наполнены? Иду прославляю ли я Бога? Понимаю ли я, что Он живет среди славословий народа своего? И когда мы ожидаем Господи, мы ждем, зовем, приди, прослав Господа достойно, принеси хвалу достойную Его, и ты переживешь, что Он воистину здесь, среди нас. И в этом Писании говорит о том, что это важная часть не только для Израиля, не только в Ветхом Завете, это то, что было свойственно Иисусу Христу. Вы помните, когда Он совершил Пасху, то коротенький буквально стих, мы его зачитываем, но как-то так немножечко пробегаем. Когда совершили эту Пасху, то что написано? И пошли воспевшие на гору Елеонскую. Воспевшие. Он шел на брань, он шел на духовное сражение, но опять же, вот этот ебистский халель, который они исполняли, я не знаю конкретно, какой псалом, но тем не менее, они шли, и они пели. Церковь Божья прославляла Господа. Тот же Павел и Сила, находясь в темнице, вместо стинания, ропота, какого-то недовольства, Господи, за что же наша такая судьба постигла? Они поют Господу, и Бог избавляет их. Мы говорим о небесах, о том, что сегодня там Бога прославляют. Позвольте отметить и обратить внимание, там не будет евангелизации, там не будет призыва к покаянию, там не будет проповедей, там даже храма нету, но там есть прославление, но там Бога славят. Но там сонны, тысячи спасенных, искупленных, победивших, облаченных белой одеждой воздают славу Богу. И это величественное пение наполняет небо сегодня. Это то, что было, это то, что есть, это то, что сегодня совершается. Почему столь важное место, оно отводится, или отводится ему, этому служению наших, каждому нашему собранию, в том числе и по той особой степени воздействия на человека? В зависимости, ну, например, даже наша душевная составляющая, в зависимости от громкости тембра, ритма музыки и так далее, она оказывает на нас влияние. Хотим мы согласиться с этим или нет, но мы должны с этим согласиться. Например, мама поет колыбельную песню своему ребенку, взяла на руки, спи, мою радостью с ней. Я же приводил пример. Попробуйте, да спи, мою радостью с ней, исполнить степень рэпа какой-нибудь, или там, тем более, там, хард-рока какой-нибудь. Представьте себе. Ладно. Я думаю, что после такой колыбельной эта радость однозначно гарантированно бессонница. Сто процентов. Потому что колыбельная, она, соответственно, и поется, как колыбельная. Спокойно, нежно, с любовью. Ребенка нужно успокоить, чтобы он мирно уснул. Это не касается нашей собраний, конечно. С другой стороны, опять же, влияние, ну вот в армию вспоминаю, первым делом, когда призвали меня в армию, ротная песня. Все. Роты, у каждой роты есть своя песня, и эту песню я должен выучить. Знаете, и там уже не колыбельная. Соответственно, месту, соответственно, скажем, призыву этому, соответственно, и песни подбирались. Они разные там были, кто Качуша, кто еще что-то, но в моей памяти как-то запечатлелось, было одно у нас подразделение, и даже, ну, они пели не христианский псалом. Я не говорю, что он там духовный такой был или что-то еще, но на самом деле я до сих пор вспоминаю, насколько там все же так стояли, кто слушал, и замирали, потому что взяли стихи Лермонтова, скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва спаленная пожаром. Ну вот, и знаете, и на музыку кто-то положил этот псалом, и вот идет этот строй, там около сотни парней, мужиков, чеканя шахтам, земля дрожит, и скажи-ка, дядя, ведь не даром. Знаете, я до сих пор помню, потому что даже робкий душой, какой-нибудь боязливый там трус, ну и тот даже вдохновлялся, и укреплялся, и утешался, и готов был идти там исполнять свои воинские обовязки. То есть на самом деле Господь, ну так уж определено им, воздействие определенное очень важное, глубоко оказывается. Даже вот обратите внимание, когда как эта стрессовая, страшная ситуация, громкий звук, то дети, да и взрослые, в том числе уши закрывают. Настолько уязвимые клетки слуховые. То есть вот закрыл уши, и уже как бы спокойнее немножко. Она воздействует в том числе и на наше духовное состояние. И с точки зрения музыки ее стиля, с точки зрения ее текстового наполнения. Почему? Потому что, например, Писание говорит Ефесянам 5 главе 19 стихом и в параллель также прочитаю Колоссянам 3 главу 16 стих. И там написано, Писание как бы учит, говорит, обращаясь к церкви, наседая самих себя псалмами и словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Сразу хочу обратить внимание, есть псалмы, есть словословия, гимны, есть песнопения духовные, перевод оды. То есть это не одно и то же. Я уже не знаю, не специалист музыки, не могу, скажем, разъяснить, в чем их расхождение. Но тем не менее, Писание определяет, что это не одно и то же. Но тем не менее, цель назидая самих себя. Иными словами, мы укрепляемся в вере. Мы утешаем свое сердце. Где-то, если сомнение, колебания, но не приходит, мы начинаем словословить Господь и через это душа наша получает назидание. Колоссянам написано, есть определенные отличия. И там написано, слово Христово довсевляется вас обильно, со всякой премудростью, научайте и вразумляйте друг друга. И потом написано псалмами, словословами и так далее. То есть там написано о том, что это оказывается не только, когда ты сам для себя и сам себя назидаешь. Почему важно для нас вместе прославили. Писание призывает, чтобы мы единодушно хвалили Господа, потому что это назидание друг для друга. Потому что это укрепление в вере друг для друга. Потому что зачастую псалон лучше, может быть, даже порой и проповеди, потому что так много и конкретно. Для кого-то Бог говорит через даже псалмы, которые мы исполняем. Само текстуальное наполнение, но не менее важно. И музыка. Музыка тоже духовно, братья и сестры. От кого она, где нарождена эта музыка, она либо составляет нас сокрушаться, либо она восторгает нас. Она заставляет или, может быть, поднимает дух собрания, либо может даже напрочь его угасить, этот дух. Я знаю, по крайней мере, в своем впечатлении или чувствовании расскажу, когда действительно достойное поклонение. Слава Богу звучит. Хор ли поет? Группа ли? Я тут не терю. Но тем не менее, настолько восхищаешься, настолько наполняешься, сокрушаешься. То есть ты погружаешься в вот это присутствие Божье. Почему? Потому что оно рождено от того Духа. Оно рождено от Духа Божия. Оно не вызывает страха. Оно не вызывает агрессии. Оно не вызывает какого-то депрессивного состояния, как музыка, которая имеет источником своим совершенно иной дух или иные духи. И поэтому так важно для нас, чтобы мы помнили и держались правильного. Я хочу отметить, что служение прославления, оно наиболее уязвимо, как часть служения. Почему? Потому что наиболее подвижено всевозможным влияниям моды, культуры, стилей, традиций каких-то определенных. И поэтому спектр ее выражения, вот этого служения или прославления, он колеблется от одной крайности к другой. С одной стороны, это такая мертва литургия, я ее так назову грубо, может быть, немножко, потому что так бери, так поют, и пристные вовеки так и будет. Все, другого нам не надо. Это все чуждо, это все чуть ли не сатаны от мира. Все. Другая крайность, когда наоборот, что тут старое, мы свой новый мир построим, кто был ничем, тот станет тем. И каждый день клепают, я извиняюсь за это слово, там по десятку песен, правда, через неделю их уже никто не помнит, потому что и запомнить не успели, уже новых наклепали. И иногда удивляешься, как они, как это есть поэты, которые что вижу, о том пою или о том сочиняю. И иногда думаешь, а куда же он смотрел, интересно, когда он вообще эту песню сочинял или текст писал, или этой песней. То есть там о многом, но ни о чем на самом деле. Почему оно и не запоминается? Я, может быть, немножко утрирую на самом деле, но тем не менее, я благодарю Бога за то, что Бог предусмотрел разнообразие в церкви. И в смысле инструментов, живые, электронные, в смысле есть хоровое прославление. Благодарю Бога за то, что Бог сохранил его и он развивает это служение. Служение групп прославления. За то, что есть оркестр, за то, что есть музыканты, которые могут, опять же, свои таланты посвятить этому. И поэтому мы должны избегать всячески всевозможных каких-то распри, споров, разногласий, что лучше, что правильно, что неправильно. Одни говорят, да вы там молодые, но мы должны учитывать, что даже психологически для молодежи свойственно более, я аккуратно говорю, динамичная, может быть, музыка, энергичная. Для людей пожилого возраста что-нибудь такое успокаивающее, нервную систему, расслабляющее. Это тоже надо учитывать. Но это не значит, что это плохо. Когда оно рождено Духа Божия, то оно и одним, и другим приемлемо, и мы получаем назидание. Кто-то там слово песник воспринимает чуть ли не как христианское ругательство, извиняюсь. Как это так, но заставляет из песенника песни петь? Ну а почему бы и нет? Там замечательных, прекрасных псалмов масса. И поэтому Писание даже оставило, я специально обратил внимание, псалтирь. Что такое псалтирь? Песенник. Даже в Библии есть песенник. И мы поем эти псалмы. Правда, один как-то подошел мужчина после собрания и говорит, вам надо каяться, церкви, вы неправильный псалм вы поете, надо петь только из псалтиря. Ну, правда, я понял, откуда этот ветер дует. Я говорю, хорошо, а вы поете только из псалтиря? Да. Я говорю, только из псалтиря. Вот, там целый диск мне принес, псалом такой-то, псалом такой-то. Я вот уже говорю, послушайте, а вы на какую музыку поете эти псалмы? Как на какую? Ну, сел с гитарой, там наиграл, там сам сочинил, там. Я говорю, так вы тоже согрешаете на самом деле. Потому что в псалтире есть слова, слова вы соблюдаете. Но музыки там нет. Но ты не запечатлел, Господь. И я знаю несколько вариантов того же псалма 22, который мы поем, Господь пастор мой. И мне нравится любой и каждый из них. Слава Богу за это. Поэтому мы не должны уклоняться в какую-то крайность. Есть доброе, правильное, когда новая песня рождается. Это тоже хорошо, хотя не все новое правильно. И в то же время нельзя перечеркивать все то, что старое. Иногда мы начинаем даже вот этот грань этой войны, условно говоря, проводить, даже на уровне инструментов. И мы уже там иногда люди успешно определяют, что наше, что не наше, спятое, закрытое. Ну, фортепиано, там, скрипка, флейта, это наше. Гитара, некоторые еще не разобрались до сих пор, все-таки наше, не наше. Барабаны вот эти, которые стоят за мной, это однозначно, это мещадие ада, вот, происки лукавого и так далее. И они уже инструменты даже поделили, наши, не наши, свои, не свои. Послушайте. Вопрос не в инструментах, вопрос в твоем сердце. И поэтому так важно для нас понимать, что на самом деле Господь желает, чтобы это прославление, оно было живым, оно было действительно разнообразным, по-хорошему, не ради там, опять же, наших каких-то пристрастий. Обращаем внимание, когда Господь призывает нас, Евреям 13 глава, 15 стих, и так будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. И здесь очень важный такой термин употреблен, что прославление, оно подобно жертвоприношению. То есть, когда мы прославляем, мы не просто поем, мы приносим Богу жертву хвалы. И раз эта жертва приносится на жертвенник Божий, то, соответственно, у Бога есть и требование к этой жертве. Опять же, Писание говорит, в книгах пророка Малахия, 1 глава, 8 стих, и когда приносите жертву, слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобою, и благосклонно ли приметь тебя, говорит Господь Саваоф. И, мим словом, Господь обращает наше внимание, что вы кладете на жертвы Божьи. Хромое, слепое, убогое, поврежденное, разве оно приобретет вам благоволение в очах моих? Есть такое выражение, повесить всех собак на кого-то. Имеется в виду, что всю вину возложить на кого-то одного. На него повесили. Я немножко перефразирую, я хочу использовать эту фразу. Сегодня каких-то духовных собак и даже поросят не ложится на жертвенник Божий. Чего-то туда не приносит. Начиная стиля, я не буду называть, но однозначно убежден, любая грубая, агрессивная, психоделическая, можно продолжить, музыка абсолютно неприемлема для жертвенника Божия. Тексты, которые порой и звучат, иногда не пойми, поймешь, иногда напишут, не пойми, кто вообще-то писал и кто автор этих строк, потому что там все в кучу намешано. Там и стада рыб, там и косяки валов и тельцов на этом самом, то есть хоть бы уже даже там грамотным языком каким-то составляли. Но тем не менее, порой и в песнях определенную ересь даже там мы поем, иногда не замечаем, а там вообще-то несоответствие со Словом Божьим, и мы провозглашаем. То есть и опять же это приносим и провозглашаем и говорим, что так оно и есть, аллилуйя, аминь. А ну не аминь, потому что оно не соответствует истине, Слову Божьему. Кто и как написал это еще вопрос. Некоторые псалмы я называю христианскими мантрами. У кришнаитов, если не буду повторять, что они там повторяют, но тем не менее, когда было в одной церкви, прославление шло 40 минут. Ну, кто-то скажет много, кто-то скажет и не так много. Ну, это нормально. 40 минут. Знаете, сколько песен спели за это время? Три песни. Три песни. И это не были песни по 20 столбиков с припевами, которые повторялись после каждого столбика. Пере, 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 пока пере, пере. Три, два, два-три столбика в каждой песне, но их как заезженную пластинку от начала до конца, с концом начала. И так и перестали строчки, и уже остановились, и потом весь продолжили. Знаете, я понимаю, что иногда действительно Бог побуждает и в небесах. Свят, свят, святом и так далее. Свят Господь. Вся песня. Но, когда у нас это происходит, то это не от того, что Дух Божий к этому нас побуждает. Мы просто пытаемся сами себя каким-то образом, не знаю, смотивировать, зажечь каким-то образом, приготовить, разогреть себя. И мы начинаем, не замечая того, манипуляцией даже определенной заниматься. Храни Господь нас от такого прославления. Есть вещи, когда на самом деле, иногда после, собрание выходит, делится впечатлением там, ну как собрание было? Чего? Ну, почему? Потому что есть молитвы до хрипоты, а есть прославления до глухоты. То есть, громкость такую дали, что уже ни друг друга, ни того, кто дальше, ни того, кто ближе, уже не слышит. И опять же, это неразумно, это немудро. Да, есть разная громкость. У каждого, кстати, у слуха есть своя чувствительность. Кому-то то, что, скажем, слишком громко для кого-то, там и не очень громко на самом деле, но тем не менее, какая-то есть мудрая, правильная граница в громкости в том числе. Но когда он уходит до того, что там человек оглох, или когда, например, выходят люди и начинают пытаться эмоционально завести, там разогреть. Знаете, в миру, когда концерты проходят, то помимо основной группы, там перед ними выступает на разогреве кто-нибудь. То есть, такая более неизвестная там. И вот они разогревают толпу. Слушатели, которые пришли на концерт, разогрели ее, довели до определенного градуса эмоций, и потом они уходят со сцены, и тут уже основные участники выходят. И там уже пошло и поехало. Вот где-то наблюдаешь иногда за прославлением христианским, так называемым, и то же самое порой происходит на сцене. Заводка какая-то, давайте, притопнем, прихлопнем, гитары помахали. Вообще стиль поведения даже копируется там. Где-то выскочили, хип-хоп, там попрыгали, там пробежал по сцене туда-обратно, зал сбегал там, там что-нибудь бросил там этот самый визг, там схватили там вещь какую-нибудь и так далее. Что тащится на жертвенника? Кого мы копируем? Чей стиль? Кому мы подражаем? Однозначно не должно этого быть ни в каком проявлении. Может быть, я немножечко утрирую, но тем не менее. Это развязанность, эпатаж определенный. Украденные мелодии, это еще отдельная история, например, хорошая мелодия, приятная музыка. Давайте мы там выбросим эти стихи, их не там языческие, свои христианские, и на тебе, Господи. Знаете, не надо Богу вот это вот смешанное. Слово правильное, музыка там где-то непонятно от кого рожденная. Переводные псалмы это вообще отдельная история на самом деле там. О май гад! Уже слово Бог услышали, и там, ой, это же христианский псалм. Все, давайте его переведемся и будем петь. Да не надо его переводить даже этот псалм. Там случайно где-то кто-то там упомянул, еще непонятно в каком контексте это имя Бога. Ну, она уже вся, она уже верующая, эта песня. Правда, когда она покаялась, непонятно. Точно даже и фильмы некоторые относят к христианским. Где-то кто-то, как-то там про Бога вспомнил. О, все, братья, сестры, посмотрите, это христианский фильм. Да там близко к христианским и не пахнет. Как в том фильме, так и в этой песне. Ну, на тебе, Господи. Господи, не надо мне это ваше хромое слепое. Приносите мне, может быть, в простоте, может быть, без всяких изысков, в мелодии, в аранжировке. То, что рождено от меня, это будет приятным благоуханием для меня. Левитам, 22 глава, 29 стих, написано в этом месте Писания, Господь обращает внимание, если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. То есть, если приносите жертву, хвалы, прославления, благодарности, то так, таким образом, чтобы она приобрела благоволение Божие. Не то, что я хочу, и что мне нравится. То, что действительно приносит славу Господу. Еще очень важное, это то, что прославление, это наше призвание и привилегия от Господа. Псалом 32, 1 стих, написано, «Радуйтесь, праведные Господи, правым прилично словословить». Интересное местописание, потому что радуйтесь в дословном переводе, восклицайте, и даже так, позволите вам сказать, кричите. То есть, иными словами, так выражайте радость, Господи, мы радуемся. Воскликни, прослав Бога в радости того, что Бог дал тебе спасение. И дальше написано, «Правым прилично». Вот мы там читали, «Хвала подобающая». Вот это «подобающее» и «приличное» это одно и то же слово. «Подобает». Правым, праведным, искупленным Богом подобает. Уместно, прилично, должно воздавать хвалу и славу Богу. И это призвание. С одной стороны, мы говорим о конкретных людях, и это тоже нельзя обойти, потому что, помните, историю не буду ее зачитывать, когда Давид решил принести ковчег Завета, там где-то на повозку поставили, волов впрягли, несут, поют, радуются, все, Богу угождают. Наклонилась эта повозка, кто-то коснулся Оза, поражение пришло. Не потому ли это кривое и косое прославление, что мы его ставим на волов, что непонятно, кто ведет в этом прославлении. Бог говорит, «Отделите мне». И Давид соображает, что же случилось, почему это произошло. В страхе Господнем вспомнил, что это право было дано только левитам. И он говорит, «Очиститесь, осветитесь, возьмите на плечи свои, и таким образом не волы должны в духовном смысле проводить прославление, вдохновлять нас к этому. Но люди, которых Бог избрал, конечно, данные, конечно, слух, конечно, чтобы в ту ноту попадали, как минимум, конечно, какие-то таланты специальные, но даже не это главное. Сердце поклонника, хочу сказать и заострить внимание. Сердце человека, благоговеющее пред Богом. Сердце человека, который понимает, что подобающее хвала Богу, это не то, что я из себя выжил путем своих собственных усилий, стремлений, труда. Это нормально. Это то, что я позволил Богу произвести через меня в Его же славу. Когда Он предоставил себя, и прежде всего, не только голос свой чистый, сердце свое для того, чтобы Бог на этом инструменте замечательном, универсальном и очень складном произвел эту хвалу. Человек, который понимает и ожидания, и желания Духа Святого и открыт для этого. Поэтому здесь, на сцене, или в хоровой, я понимаю, должны быть духовные люди, весьма духовные люди. Мы будем об этом молиться. Я уже тут пользуюсь моментом. Приглашаю вас. Торник, среда, четверг. Приглашаю всю церковь. Молиться за прославление. Это и группы, это музыканты, это хористы наши. Друг за друга. Чтобы действительно мы были поклонниками по сердцу Божьему. Чтобы достойная хвала приносилась. Если мы говорим о сердце, 56-й Псалом, 8-й стих написано. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить. Смотрите, Псаломопейз говорит, не просто я инструмент подготовил, ноты разложил, репетицию провел. Важно это, не перечеркиваю этого. Готовность сердца прежде всего. Три аспекта этого сердца, оно должно быть смиренным и сокрушенным. Это первое. Никогда приятно, гордое, надменное сердце звучать не будет. Ни для Бога, впрочем, ни для вас. И даже когда хорошая музыка, их правильные слова. Но ты понимаешь, слушай этого человека, что он не тем мотивирован, что он себе делает имя, он себя показывает, себя реализовывает и так далее. Это первое, смиренное, сокрушенное сердце. Второе. Это сердце чистое. Сердце, которое свободно от всякой зависти, от всякого бремени, осуждения, гнева, обиды какой-то, соревновательности какой-то. Оно не пустое, но оно чистое. Очистите сердца ваши. Приготовьте его к прославлению. Ударите всякое бремя, всякие гнеты. Если ты посидел в интернете, насмотрел всего, чего не попало, и потом приходишь с этим сердцем, запачкайте инструмент, флейту, ту же скрипку, будет она звучать? Никак. И поэтому даже трубы чистят, эту медь натирают, не просто для того, чтобы блестело и глаз радовало, а потому что, оказывается, звучание никто будет, если не почистить. И поэтому Бог говорит, чистое сердце. Третье. Сердцелюбящее. Сердце, которое мотивировано любовью к Богу. Никто не заставляет и под принуждением не ведет. Пой, славь. Как я говорил, Бога люблю, поэтому славлю. Богу хочу воздать хвалу, потому что Он прежде возлюбил меня. И смотрите, что написано в Исаии 65 главе, 13-14 стихи. Опять же, уже не просто группам, хористам, ко всем нам написано. И это очень важный принцип, открывающий привилегию нашу. Посему так говорит Господь Бог. Вот, «Рабы Мои будут есть, а вы будете голодать. Рабы Мои будут пить, а вы будете томиться жаждаю. Рабы Мои будут веселиться, а вы будете в стыде. Рабы Мои будут петь от сердечной радости, а вы будете кричать от сердечной скорби и рыдать от сокрушения Духа». О двух категориях идет речь. С одной стороны, рабы Божьи. Хочу с уверенностью сказать, что здесь сегодня собраны рабы Божьи. Рабы Божьи. В отличие от тех, которые, как там написано в предыдущих стихах, которые были неверны, которые были коварны, которые оскорбляли Бога, которые оставили Его, которые не воздали ту славу, которой Он по праву был достоин. И Он говорит, зато будете голодны, будете жаждать, будете летать и сокрушаться. Но мои рабы, те, которые взыскали, я их взыскал, я призвал, они пришли, откликнулись, они будут радоваться в сердечной радости этой и прославлять Мое имя. И поэтому, братья и сестры, мы не в земле пленения. Опять же, это история Израиля, когда они в 136-й псалом написано сидели при реках Вавилона и плакали. А что же вы плачете? Потому что пленение. Потому что арфу повесили на эту вербу. Потому что притеснители и пленители наши говорят, воспойте нам из песен сионских. Как же нам петь, Господи, в земле пленения? А что же вы не прославляли Его тогда, когда вы не были в земле пленения? Что же вы не прославили Бога тогда, когда вы были в земле бетованной, которая текла молоком и медом? Почему вы не прославили должное Его, достойное Его, как в душах, так и в своих телах? Что же нам петь, Господи? Братья и сестры, мы с вами не в земле пленения. Мы с вами не в рабстве и не при реках Вавилона. Но Бог открыл для нас источники воды живой. И сегодня при этих потоках жизни, потоках победы, сердечной радости прославляй Господа. Почему я сказал, в душах и в телах? Конечно, внешний вид тоже важная часть, но я сейчас буду говорить о внешнем виде, а не в смысле одежды. Когда мы смотрим на сцену, мы видим группу. Согласитесь, братья и сестры. Мы видим наших братьев, сестер, как они одеты, как они себя ведут, какое у них выражение лица, какое у них настроение. Вы помните группу, а что на вас смотрят? Смотрят, замечают. Но я сегодня говорю не только о группе, я говорю к церкви. А знаете церковь, что группа, когда стоит здесь, то же самое, она видит церковь. Она видит, как вы себя ведете, какое выражение вашего лица. Но видит группа, какое у вас настроение. Позвольте, я от имени группы сегодня расскажу вам, что у них какую картину порою периодически не наблюдают, когда мы поем. Знаете, насколько это расходится. Мы поем и замечательные слова провозглашаем. Но при этом, при всем думаешь. Вот есть глубоко верующие люди, это такие верующие, которые очень глубоко верующие, у которых вера даже не видна. А есть глубоко прославляющие Господа. Тоже они там восхищаются, восторгаются, буквально рвется все у них внутри к Богу. Но при всем они у них стержаны, холодны, спокойны, равновешены. Ничего не выдают. Глубоко прославляющие Бога. Но, вот мы поем, например, там псалом, как «Счастлив я, что я Христа имею». Иногда смотришь и думаешь, «Господи, за что ты этих счастливых кавычках так наказал, что у них такое выражение лица?» Это правда. Или мы поем «Моя победа», там «Победа в Боге», «Восторженный псалом», «Победители поют». Ну, соответственно, как победители должны петь? И думаешь, Господь, если победители с таким выражением лица, то что же говорить о проигравших тогда? С какой глубокой скорбью они... И многое-многое написано там, или мы поем там «Простертые ладони», там «Я к тебе, Господи, подниму». При этом все эти простертые ладони в карманах, и мы стоим со скучающим видом. «К тебе, Господи, очи мои» тоже там, при этом очи на самом деле, там с одного балкона на другое, где сидит возлюбленная, или возлюбленный, там смотришь, а когда пришла, не пришла, где она там... «К тебе, Господи, возношу». Жаждущие некоторые, «Жаждет тебя душа моя». У некоторых это сопровождается таким, знаете, закидыванием головы характерным звуком, что не помешь, что они жаждут, пить или спать. Да, это, скажем, Бог награждает их сном, чтобы они не так мучительно жаждали. Тоже так получается. Я немножко с юмором, но на самом деле, братья и сестры, это же о нас. Это же о нас. И поэтому я не говорю, чтобы мы рисовались, я не говорю, чтобы мы там вышли, там, знаете, все на 30, там сколько их там зубов в нашем рту, чтобы мы такую, знаете, личину такую радости нарисовали. Не надо фальш. Не надо. Я понимаю, что мы разные по темпераменту. Есть люди эмоциональные, и Осипович выйдет, пусть он меня будет проповедовать, и вы почувствуете разницу со мной, например. Мы разные, но тем не менее, если ты говоришь о его величии, о его славе, о его красоте, о его могуществе, то, прости, как бы ты, если ты это делаешь искренне терцем, то твое лицо будет это выражать, как минимум. Ты не будешь считать грехом, надо же, руки к небу подняли. А кому их еще поднимать? Конечно, к Богу. Конечно, к небу. Еще один момент. Кто-то скажет, брат, ты вот заставляешь, там говоришь, порой не до радости, порой не до каких-то восприженных, каких-то эмоций. Тяжело. Знаете, я в утешении для вас скажу. Я приводил к примеру вот этой песни Моисея, Победная, записанной в книге Исход, 15 главе. И как-то, если я не ошибаюсь, Вилкерсон проповедовал, и одна из его проповедей была названа так. Песнь на том берегу, или на той стороне. Знаете, хорошо, когда мы воздаем хвалу и победный им Богу по избавлению. Провел, избавил, победил. Слава Богу, мы живы, мы не погибли. Но отлесните страницу и почитайте, какие там песни, в кавычках, пел Израиль на том берегу. Когда тут море, там враг, тут пустыня, что ж нам делать? Моисей, зачем ты нас вывел отсюда? Лучше бы мы там померли в Египте. Я хочу сказать, воспой Господу песнь на этом берегу в том числе. Даже когда тебе трудно, даже когда со всех сторон ты стеснел, ты скажи, я буду Бога славить. Жив Господь мой, избавление мое от Него, и оно близко, и оно придет. И потому и на том берегу ты тогда воспоешь эту величественную песню победы. И может быть, и твоя песнь, брат мой, сестра прозвучит там, в небесах, как песнь Моисея. Все, что я хочу сказать, пусть Богу будет достойной подобающей хвала, принесена не просто через группы музыкантов, пусть наша церковь станет этим общим хором, этой соединенной группой прославления, которая будет сладостно и благо доставлять сердцу Божьему. Вы можете сказать аминь? Давайте мы поднимемся, помолимся. Спасибо.